Всем привет! С вами BadPolygon. В этом видео с нами Глеб Александров. Он раскроет нам секрет, как при помощи обычного Bevel создать необычные переливы, скосы и фаски на поверхности меша. На русский язык переведено и озвучено BadPolygon, а ссылку на англоязычный урок от самого автора вы сможете найти в описании этого видео. Друзья, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал и поделиться этим видео, а также ставьте лайки и оставляйте свои комментарии с вопросами и предложениями. Не забудьте про колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Также буду очень рад, если ваши вопросы и предложения будут появляться в Телеграм и Фейсбук. Ссылки также можно найти в описании. Итак, поехали. И прямо к делу. Возможно ли создать вариативные скосы в Блендер или нет? Давайте посмотрим. Но сначала небольшое предупреждение. Я не думаю, что это потрясающее решение для вариативных скосов в Блендер, по крайней мере не в ванильном Блендере. Существуют плагины, такие как MeshMachine, которые определенно могут сделать это. Но в этом уроке мы попытаемся решить эту проблему с помощью инструментов по умолчанию. Таким образом, на протяжении этого видео мы будем иметь дело с замысловатыми переходами, фасками и другими подобными вещами. Так что смотрим дальше. Окей, итак у нас есть раздельный куб с кучей сегментов и важно, чтобы у него было несколько лукатов. И прежде чем мы двинемся дальше, я включу Auto Smooth и установлю угол на 30 градусов. Это стандартная тактика подготовки. И еще я применю к нему Scale. Это очень важно, потому что иначе Bevel будет наклонен и нам это не нужно. Теперь мы добавим модификатор Bevel, потому что так мы собираемся иметь дело с Chamfer Bevel. И естественно мы будем использовать модификатор Bevel. Ну вот уловка. Режим Weights. Нам нужен режим Вес. Именно для того, чтобы мы корректировали Edge Bevel Weights отдельно. Так мы сможем достичь своего рода градиента. Мы также можем получить доступ и манипулировать Bevel Weights в правом меню, которое вы можете вывести, нажав клавишу N. И сразу после того, как мы попробуем настроить Bevel Weights для этих ребер, все становится понятно. Что-то здесь не работает, потому что скосы не становятся все меньше. Несмотря на то, что он должен быть от 1 до 0.5 или до 0.3. И это потому, что нам нужно перейти в режим Percent. Это какое-то свойство или баг. Это вопрос перспективы, я думаю. Но как только мы установили Percent, все заработало. Я также увеличу количество сегментов, чтобы достичь сглаженного Bevel. И я хочу сделать здесь небольшое округление, которое постепенно расширяется по мере движения влево. Теперь небольшой трюк, чтобы контролировать ширину, это добавить несколько дополнительных ребер. Мы можем сделать это, нажав Ctrl-R. И затем мы можем нажать G. И G снова, чтобы слайдить эти ребра. И подвинув их, мы можем как бы ограничить ширину Bevel в этой области, потому что мы используем режим Percent. Но в любом случае, давайте сделаем несколько шагов назад Ctrl-Z несколько раз. Это основа того, чего мы можем достичь, используя режим Width модификатора Bevel. И можно пойти гораздо дальше. Итак, настоящее веселье начинается, когда мы разрушаем стек модификатора, чтобы получить нашу геометрию. Итак, мы можем скосить отдельные ребра. Будем работать здесь. И чтобы не испортить объекты, сделаю дубликат. Нажимаем клавишу Shift-D. И, конечно, это дешёвая альтернатива не разрушающейся стек модификаторов. Но это лучше, чем ничего. Так что, технически, мое предложение – создавать резервные копии время от времени. Хорошо. Далее я выберу все эджа, на которые мы назначили Bevel Weights. Я нажму минус 1, чтобы сбросить его. Мы не будем использовать модификатор Bevel в этом контексте. Вместо этого мы будем использовать старый добрый инструмент Bevel. Вот как это работает. Выберите ребро и скашиваем его. Как обычно, все параметры операции можно контролировать в левом нижнем меню. Но как только вы сделаете другую операцию, у вас больше не будет доступа к нему. Так что будьте внимательны или создайте резервную копию. Итак, я немного округлил это ребро, добавив 9 сегментов, сделав его довольно широким в плане скошенности. Теперь мы можем выбрать эти ребра и жмем Ctrl-B. Или просто используем гизму инструмента Bevel. На этот раз давайте нацелимся на Bevel среднего размера с тремя или пятью сегментами. А для этого набора ребер, я думаю, здесь стоит сделать маленький Bevel. К примеру, один сегмент. Неудивительно, что точка, где этот шамфер переходит друг в друга, является самой проблематичной вещью, которую мы должны решить, слегка слайдив этот Edge. Итак, сначала нам нужно отследить пересекающийся Edge. Если мы увеличим, мы увидим, что эта часть его геометрии пересекается. Поэтому мы выбираем это ребро и G, G, чтобы слегка сдвинуть его вправо. Да, это не идеально, но довольно неплохо. А здесь мы видим артефакты. Привет, давно не виделись. Что мы можем с этим сделать? Мы можем использовать модификатор Awaited Normal, который, надеюсь, все это исправит. Отметить чекбокс Keep Sharp. Затенение магическим образом стало более профессиональным за один клик, благодаря удивительным разработчикам Блендера. И еще одна вещь, которую мы можем сделать, чтобы уменьшить потенциальные проблемы затенения, это выбрать потенциально проблематичные ребра и щелкнуть правой кнопкой мыши сказать Mark Sharp. Это скажет Блендеру, что несмотря ни на что, эти ребра должны оставаться острыми с точки зрения затенения. Другими словами, любая попытка интерполяции должна просто прекратиться при достижении одного из этих ребер. Я сделаю то же самое и для этих ребер. Щелчок правой кнопкой, Mark Sharp. Потрясающе. Теперь давайте попробуем воссоздать так называемый эффект провала. Очень интересный переход от одной формы к другой посредством Bevel. Итак, сначала я скашу эти два Эджа, и я собираюсь поднять сегменты до какого-нибудь сумасшедшего числа, около 30. Мы переходим к сферической кривизне, поэтому нам понадобятся эти дополнительные сегменты для дополнительной плавности. А теперь я выберу все эти ребра с другой стороны меша, и тогда нам нужно будет, во-первых, убедиться, что у нас есть дополнение Loop Tools. Это один из стандартных аддонов. Был только что активирован. И как только мы разберемся с этим, мы можем использовать команду Relax в меню Loop Tools. И чтобы вызвать, так сказать, действительно гладкое сферическое спадание, мы можем сначала увеличить Iterations, а затем установить Interpolations с кубик на Linear. Это важно, иначе он будет слегка волнистым. Затем я просто нажимаю Shift-R несколько раз, Shift-R, Shift-R, Shift-R и так далее, чтобы повторять операцию. Или я просто держу Shift-R на самом деле. В дополнение к этому мы можем равномерно расположить эти ребра, используя команду Space из того же меню Loop Tools. Видишь, это бесценно. Эта штука распределяет Edge равномерно. Мы можем использовать ее в этой области сетки. Выберите эти ребра, щелкните правой кнопкой Loop Tools, Space и... Хорошо. Мы можем еще больше усилить эффект провала, скашивая этот Edge, установив значительное количество сегментов, чтобы сделать переход действительно гладким. Он может быть дополнительно изменен настройкой Profile, чтобы сделать его слегка выпуклым или с отступом, я полагаю. Вообще, эта операция немного сложнее, чем я пытаюсь описать. Хорошо. И здесь я хотел показать вам еще один способ создания провала, то есть соединить несколько ребер. Итак, сначала нам нужно удалить полигоны, соединяющие эти ребра, а затем выбрать крайние петли. Loop Tools, Bridge. Это еще одна потрясающая функция дополнения Loop Tools. После того, как мы соединим эти петли, мы можем изменить параметр Twist. Так что Bridge более или менее прямой. И повторюсь, не списывайте так быстро старый добрый инструмент Bevel. Мы можем достичь многих интересных эффектов, просто удалив пару ребер, а затем Ctrl-B для Bevel и контролировать его профиль. Его можно найти в этом меню. Он в диапазоне от 0 до единицы, где 0.5 это среднее значение. Ладно, думаю, мы создали кучу классных спадов и вариативных фасок. Это не совсем замена нормального workflow Solid Modeling'а, как Fusion 360 или Moe 3D, но неплохая альтернатива и, конечно, выход из ситуации какого-то адского 3D моделирования. Спасибо за просмотр и вы смотрели Modeling Issues из серии Hell от Глеба Александрова.